Здравствуйте, с вами Коутон и я хочу задать вам вопрос А зачем вы играете в League of Legends? Я думаю, подавляющее большинство из вас ответит Я хочу получить удовольствие Правильно, а как его получить? Выигрывать и еще раз выигрывать Как-никак, победа приносит гораздо больше удовольствия, чем поражение А как подняться в Сулоку 4 было записано после двух месяцев поднятия Элла на различных серверах до Diamond 1 и Challenger а также просмотры LKS, OGN и игр Diamond 1 Challenger игроков джанглеров с различных серверов Я для себя выделил 4 плейстайла джанглеров Первый, это тот, который вы увидите везде и постоянно на протяжении последнего года а может быть даже полутора лет Это агрессивный плейстайл Лисин, Ева, Эллис Вы увидите реально везде на LKS, в вашем Сулоку, где только можно Заключается он в том, что вы навязываете свой плейстайл, свои правила вражескому леснику, вражеской команде и пытаетесь зафинишить игру как можно быстрее до 20-30 игры Вы максимально много роумите между линиями то есть слоняетесь туда-сюда Ганкайте, пытаетесь забрать как можно больше киллов контр-джанглите и прочее-прочее-прочее Второй плейстайл, фармищий или по-другому, ферл флэр плейстайл Вы просто бегаете по лесу и забираете кемпы крипов Сейчас практически неиграбельно поэтому мы о нем говорить не будем Контр-ганкающий, самый сложный из всех Сложность его в том, что вы должны на 100% понимать возможности вашей команды, чужой команды а вашего персонажа, чужого лесника и когда он будет ганкать какую линию Вы должны очень хорошо поддерживать вардинг в чужом лесу и знать каждый шаг вашего оппонента Это очень сложно сделать для игроков с низкого эла да и вообще даже для игроков из даймонд 1 Практически никто так не играет и смысла так играть очень мало И последний плейстайл, о котором пойдет речь смешанный или по-другому эффективный В принципе, он идеален во всех планах потому что он поддерживает все то, что было в предыдущих трех плейстайлах Почему же он тогда не самый сложный? На самом деле, он был бы очень сложный если бы вы не знали банальных правил о которых я сейчас скажу Правило заключается в следующем И это даже не совсем правило это скорее статистика Большинство игр, я думаю, от 60 до 70% игр выигрываются в первые 10-15 минут Игра сноуболится и камбэкнуться становится очень и очень сложно Вы это наблюдаете да на любом совершенно эло на любом стриме камбэкать игры гораздо сложнее, чем изначально получить преимущество в игре А если стата вашей команды 5-15 шансов, что вы выиграете эту игру и вправду мало особенно в соло-ку потому что хоть вражеская команда и делает ошибки но ваша команда при статистике 5-15 будет делать ошибок еще больше Ну так вот Как же правильно выиграть игру за первые 10-15 минут Два составляющих Первое Нужно знать, что самое важное Многие думают, что ганки Многие думают, что киллы Многие думают, что помочь вашим лейнерам Это совершенно неверно Теперь другие Надо фармить лес Надо фармить лес и покупать арты А потом керрить соло Тоже неправильно Самое важное это бафы В текущем патче В текущем положении дел в лесу Бафы это самое важное Я не говорю про первые два бафа Я объясню почему Если вы хотите Вам вообще не нужны никакие видео Вы можете просто играть на каком-нибудь ренгере или казексе Который сейчас в принципе силен Идти на втором левле То есть контр джангли в чужой лес И да, это будет полезно Но почему я вам не советую так делать Причина заключается в следующем Вы изначально будете Ну мало того, чтобы подтвергаться риску Что вас там грохнут Но это не важно Если у вас получится этот инвейд Из этой игры вы ничего Для себя не излечете Вы не научитесь играть Потому что учиться играть Нужно против более сильных оппонентов Или хотя бы оппонентов Такого же уровня игры, как вы Если вы изначально делаете игру 4 в 5 А если вы убиваете вражеского лесника На его втором бафе На третьей минуте Как правило вы делаете игру 4 в 5 Вы ничего не излечете из этой игры Наоборот Вражеский лесник Если сможет из этой ситуации Комбэкнуть Вот он излечет из этой игры Очень много И он научится играть Я буду говорить именно об игре После седьмого левла До седьмого левла Вы должны продумать Это второй пункт Логистика Свой рут и свои ганки Максимально адекватно Максимально выгодно По экспе и по голде Вы не должны тратить времени На ганках Вы можете в это время фармить Или контр джанглить Или ганкать другой лейн Это очень важно Вы должны построить свою игру Чтобы у вас был максимально большой левел Где-то до седьмой-восьмой минуты Чтобы суметь создать прессинг На вражескую команду На вражеских бафах Вам не кажется это чем-то знакомым? Правильно? Так играла команда Moscow 5 Совершенно верно Она так играла на протяжении всего второго сезона И потом от этого полностью отказалась Потому что изменилась мета Сейчас мета в Solo Q Приходит именно к тому К чему она приходила во втором сезоне Максимальная агрессия Седьмая-восьмая минута И не надо сравнивать Ни в коем случае не сравните Solo Q с LKS Вполне возможно Что то что я говорю сейчас В этом видео Никогда и больше Вообще никогда не будет использоваться В League of Legends На профессиональной сцене Если вы правильно подстроите Своё лесничество До седьмой минуты Если вы убьёте вражеского лесника Если вы его переиграете Если у вас будет больше левел Икспа и всё что только можно Как правило вы выиграете игру Или сделаете игру Адски сложной для вражеской команды Плюс этого плейстайла Заключается в том Что если вы убиваете вражеского лесника Забираете его баф Вы получаете огромную дельту Которую вы можете потратить на ганки Вот это время Это полторы-две минуты Когда вражеский лесник Пытается наверстать упущенное Вы можете тратить на ганки Ганки А как правило после шестого левела Ганки получаются гораздо более полезные Чем на третьем левеле И гораздо больше процент Убийства Это тоже очень важно А сейчас я расскажу Наверное то что я никогда не рассказывал На стримах Или же в своих видео То как я учился играть в лесу Банально на самом деле Это первый сезон И я очень хотел выигрывать игры Очень хотел Я правда сыграл 700 нормал до этого Но без разницы Когда я пошел играть в ранки Да и я очень и очень быстро стал подниматься В первом сезоне А я придерживался всегда одной штуки Тогда я не стримал и мог полностью погрузиться в игру Сейчас я практически не играю когда я не стрим И мне сейчас если честно это делать лень Потому что я хочу общаться с чатом Ну так вот смотрим Карта банально все Когда вы заходите в игру У вас есть чемпион селект Загрузочный экран В этот момент вы должны произвести анализ Вражеского сетапа Своего сетапа и линий О чем я говорю Пример Линии Банально За вашу команду играет Ирэля Против вас стоит Ринектон До к примеру 3 левела Каков шанс что вы убьете Опять же банально Персонаж за которого играют все Лисин Ну или почти все Какой шанс что вы убьете Ринектона с Ирэля Если линия будет стоять вот Ну где то посередине Практически никакого шанса нет А если Ринектон зайдет вот за эту красную черту на топ линии Каков шанс что вы убьете его Правильно Шанс становится все больше Больше и больше Мидлейн За вас Ариана Против вас Физ Каков шанс что вы убьете Физа Если он не за оверэкстендит Вот например за эту же красную линию На миде Практически нулевой А на боте Против вас играет Сарака Кагмав И Сарака только что использовал хил в Кагмава То есть все у него хила нет Плюс армора Да Кагмава нет А за вас играет Грейвс Который улетает Илеон Да вы можете прямо давить за того же Лисина А Повернем ситуацию вспять Ну естественно все зависит еще и от левов От закупа ваших лейнеров И в принципе от количества хп ваших лейнеров Чужих лейнеров Это все нужно принимать во внимание Но вот эти линии я постоянно строил Когда я играл в Сулаку Второй пример Это же игра То есть это же игра Но ваши лейнеры получили хп То есть на топе Релия стала шестого У нее откадашился например Игнает Она получила где нибудь рандомный килл Да вы чуть ли давить не можете Как только Рениктон переходит вот эту желтую черту Вы сразу можете убивать На миде происходит то же самое Физ постоянно идет в Улл Ин И Ариана стала посильнее с ультой А на боте все изменилось кардинально Кагмав с Аракой У Сараки появился второй хил У Кагмава появилась ульта Он стал более затронкованный Потому что купил дополнительный Доран и Фейдж В свою очередь Грейв с Леоной Ну как-то не получилось у них играть И они слили И все вы не можете ганкнуть Если вражеская команда не пересекает эту черту Я для себя это всегда в уме естественно чертил Я не настолько упор, чтобы это на экране где-нибудь чертить Но мне это очень помогало И если вам это поможет Я буду очень рад, если вы будете этим тоже пользоваться Следующий момент Руны и Мастерес В чем заключается смысл руны и Мастерес Можно уже перейти наверное мне На вот эту штучку Руны и Мастерес Очень важно Это очень важно Иметь правильные руны и правильные Мастерес Чтобы играть Потому что вы увеличиваете свои шансы Над оппонентами Если у них неправильные руны И неправильные Мастерес Сейчас очень многие Берут руны у профессиональных игроков Хотя это совершенно неправильно Об этом будет больше про желтые Но сейчас я просто поговорю о полезных руны Красные руны, которые являются полезными Первая и самая полезная для лесников Как правило руна Это атак спид красные Атак спид красные полезны на любого танка Их можно брать даже на любого АД персонажа Но может быть кроме лесина Они просто очень хороши Атак спид в лесу является лучшим статом Потому что крибы не двигаются с места И вы всегда их автотащите В свою очередь на ганках Конечно все немного меняется Потому что цель двигается Цель пытается от вас убежать И вы не сможете идеально Утилизировать атак спид руны Хотя они тоже хороши Следующий АД опять же руна Флет АД Вторые руны по полезности Которые также нужно использовать Используются практически на любых АД персонажей Именно красные АД руны А почему не армор пен? Армор пен хорош только где-то после 20-25 минуты игры Он начинает обгонять банальные АД Или если вы идете в быстрый армор пенетрейшн То есть бруталайзер Еще полезные руны Которые мы будем использовать Это армор руны Да армор красный Почему армор красный полезный? Сейчас очень много инвейдит в ваш лес И красный армор руны Если вы играете за танков То есть к примеру Мунта Или Амуму Которые не скалируются Они от других красных рун Хотя в принципе они от Magic Penetration Или Armor Penetration Magic Penetration Скалируются Но не так сильно Это хорошие роны Страница с Armor Penetration Magic Penetration То есть гибридные красные роны На кого полезные? Полезные на Амуму Хотя выгоднее вставить Флетовый Penetration Полезные на Грагас Я считаю что вот эти руны Нужно использовать И можно использовать Только против На одном персонаже Джангл Грагас Слишком много дает Демеджа с В Я считаю что Вот конкретно этим Руны нужно использовать На Грагас Именно нужно А не можно Желтые Желтые Изначально это Дефовые руны И какие Дефовые желтые Мы можем использовать Большинство Про-плееров Используют Флетовый Армор Хотя я считаю Его ужасным Потому что вы можете Вставить Одну или две Квинты на Армор И вы получите Ровно столько же Сколько дают вам Флетовые желтые Самые полезные Флет Ну желтые Это ХП Левел Они просто Слишком галд Эффективные И слишком хороши Потому что Сейчас не очень Много полезных ХП Артов В League of Legends В early game Вы будете собирать Как правило Демедж Потом Вы будете Больше собирать Армора А имиджик Резисты Которые Не очень Много Дают ХП То есть Тормейл Не дает ХП Бруталайзер Там не знаю Лизард Что там еще Собирают Голем Ну голем Дает ХП Но опять же Он скалер От ХП Который ХП ХП Левел Рендуин Дает Всего 500 ХП Больша Или Локет Или Зеленая Дает Там 400 450 ХП Это Недостаточно ХП Желтые С левелом Ну они Кстати лучше Чем просто Флетовые ХП Потому что На 6 левле Они уже Сравниваются Потом Они становятся Все лучше Лучше И лучше Это Самые Лучшие Желтые Руны Которые Мы будем Использовать Без Исключения На всех Синий Здесь Без Вариантов Никаких Вообще Вариантов Никаких Кулдаун Редакшена Никаких Флетовых Абилити Пауеров Или Атак Спидов Только Одна Руна Никогда Ни на ком Из лесников Не используйте Другие Руны Мэйджик Резист Левел Его Баф Он Слишком Много Дает Просто Слишком Много Руна Очень Мощная А на 18 Левеле Вы будете Получать 27 Мэйджик Резиста Это Очень Много Это Больше 500 Голды 500 Голды Которые Вы можете Не тратить На Неготрон Это Это Просто Божественно Синие Руны Только Мэйджик Резист Лаву Квинтэссенции Здесь Все Наиболее Сложное Очень Много Хороших Квинтэссенций Которые Мы будем Использовать Самая Первая Которая It's A Trap Атак Спид Квинты Очень Сильные Очень Сильные Но Вы должны Очень Хорошо Понимать Сколько Их Ставить Это Очень Важно Все Руны На Атак Спид Не Всегда Полезны Почему Я Приведу Пример Наверное Банальнейшего Персонажа Малфит Наверное Не самый Банальный Но Все же Малфит Который Если Вы За него Леснички Он Очень Хорошо Скалируется От Атак Спид Квинтов Он Очень Хорошо Скалируется На Ганках От Атак Спид Квинтов Потому Что У него Очень Много Замедлений И Подкидываний Прочей Всей Фигни То есть Чем Больше У вас Атак Спид Тем Больше У вас Дэмэдж На Притяжении Всей Игры Тем Больше Вы Можете Вкатывать Вот Эти Авто Атак Тем Быстрее Вы Чистите Лес Но Замалфита Также Вы Должны Понимать Это Всего Лишь Пример Что От Чего Еще Скалируется Малфит От Армора Так Может Быть Нужно Микс Поставить То есть Это Тестирование Это Опыт И Все Что Только Можно Атак Спид Квинты Их Не Нужно Ставить На Любого Лесника Не Думая Головой Ни В коем Случа Хотя Не Самый Голд Эффективный Атак Спид Квинты Это Первая Руна Которую Мы Будем Использовать На Некоторых Персонажах Но Далеко Не На Всех Следующие Руны Которые Мы Можем Использовать Это Абилити Пауэр Квинты Абилити Пауэр Квинты Используются На Большинство Танка Джангеров В League Of Legends Потому Что Большинство Танка Джангеров Являются Именно АП Персонажами То Это Маукай Это Грагас Это Амуму Это Та же Диана Загадывая Вперед Много Персонажей Используют Именно Абилити Пауэр Следующие Флэтовый АД Изначально Все Практические Джанглеры Играли С 15 АД Страницами Сейчас Используют Различные Миксы АД Тоже Очень Полезные Руны Мы Будем Использовать В нашем Видео На Ви Армор Армор Не надо Недооценивать Эти руны Определенно Не надо Ни в коем Случа Недооценивать Эти руны Это Очень Хорошие Руны Они Более Голд Эффективны Чем Флэтовый ХП Гораздо Более Голд Эффективны Они Очень Помогают В Орле Гейме Против Инвейдов Есть Персонажи К примеру Далеко За примерами Ходить Не надо Наутилус Зачем Ему Какие Либо Вообще Другие Квинты Он Ни от чего Не скалируется Без Исключения Ни от чего Значит Нужно Ставить Танка Руны Тот же Омум От чего Скалируется Омум Про Омум Немного Будет Дальше Но в целом Армор Квинты Иногда Поставить Одну Армор Квинту То есть К примеру Иметь Страницу Дополнительную На Ви В которой У вас Будет Одна Армор Квинта Это Всегда Полезно Иметь Страницу На Лисинов У которого Будет Кстати Инсок Даже Профессиональный Джанглер Из Коре Использует Две Армор Квинты На Лисине Тоже Это Надо Знать Это Очень Хорошая Руна От которой Не нужно Отказываться Если Вы Уверены Что У вас Будет Контор Джанглер Возьмите Эту Руну Очень Хороша Мастерис С Мастерисами Все Гораздо Сложнее Я Могу Вам Рассказать О Мастерис С Точкой Зрения Логики Мастерис В отличии От Рун Вы Не Можете Я приведу Пример Если Вы Играете С 15 АД Рун В любом Случа Вы Можете Взять Дополнительный Атак Спид Просто Купив Другие Артефакты В свою Мастерис Вы Поменять Не Можете Мастерис Дает Уникальные Свойства Которые По другому Вы Просто Не Сможете Получить Ну Или Они Дают Дополнительные Бонусы Для Вашего Плейстайла Мастерис Которые Вы Ни В коем Случа Не Должны Отходить Сначала Я Расскажу О них Если Вы Играете В лесу Никогда Вы Не Должны Обходить Из Первого Тира Вот Эту Штуку 2% Дэмэджа Хотя Вы Получаете 1% Дэмэджа Обратно Никогда Не Пропускайте Этот Талант Он Слишком Много Дает Батчер И Здесь 2 Или В сорсере Или 2 В атак Спид Это Тоже Очень Важная Штучка Я Предпочитаю Атак Спид Потому Что С ним Фармить Лес Быстрее И Фист Обязательная Штука Его Вы Обязаны Брать Он Дает Слишком Много Состейна Этот Талант За 1 Рут В лесу Вот Представьте За 1 Рут В лесу То есть До Четвертого Лойла До Вашего Бэка Вам Даст Что-то Порядком 250 ХП Да Еще И Маны Это Талант Обязательно И Здесь Брутфорс Элемент Форс В зависимости От Того За Кого Вы Играете Дальше Талант Который Вы Не Должны Обходить Тап Скин Никогда Не Обходите Этот Талант Слишком Много Дает Вот Здесь Все Немножко Сложнее Многие Предпочитают Блок Многие Предпочитают Ненчант Армор То есть Можно Раскинуть Вот Так Но Тогда Вам Не Хватает Для 21 9 Билда То есть Вы Должны Выбирать Ан Ан Полезнее Чем Блэйд Армор В Свою Очередь Как Я Предлагаю Раскидывать Если Вы Идете В 9 21 То есть Здесь Все Сделаем Так То есть К примеру Мы Раскидываем Маокая Если Вы Считаете Что Ан Ан Слишком Полезный Талант Ну Вместе С Блоком Его Ни В коем Случа От Него Отходить Нельзя Тав Скин Также Очень Хорош От Этого Таланта Вы Тоже Не Должны Отходить А Здесь Берем Опрессион Early Game Hardness Обязателен Сейчас Слишком Много Дамажит Вас Лису Вот Этот Талант Просто Обязательно Дальше Все Сложнее Я Предпочитаю Так Как Я Не Беру Ан Я Предпочитаю В Резистанс Складывать Одну Очко Почему Потому Что Резистанс Дает Сначала 2 Мэйджик Презиста Потом Полтора И Еще Потом После Этого Полтора То есть Это Тоже Нужно Узнать Мне Очень Нравится Ренфорс А Тармор Но Он Не Обязателен Но Если Есть Во Вражеской Команде 2 Критовика То есть Если Во Вражеской Команде Есть Ирелия Плюс Например Ну Кейтлин То есть Два Персонажа Естественно Его Брать Надо Или Трендомер Или Тот Талон Который Может Собрать Юму Его Кстати В принципе Собирают Ренгер Который Может Критовать Ренфорс А Тармор Очень Хорош И От Него Отказываться Нельзя Следующий Талант Свистнос На самом Деле Не Обязательно Честно Вам Скажу Совершенно Не Обязательно Без Него Можно Обойтись Вкладываем Например Блейды Тармор Который Помогает Затанков Танчить И Вкладываем Ледженд Регарден Ледженд Регарден Это Самый Лучший Талант Во второй Ветке Его Ни В коем Случа Нельзя Обходить Никогда Просто Ни В коем Случа Нельзя Обходить Ледженд Регарден В Тимфайтах Он Дает Колоссальное Количество Статов Просто Жутко Он Может Дать До 20 Армора И 10 Мейджет Резисты Это Просто Это Просто Супер Дальше Сейчас Раскидаемся Как я В большинстве Случаев Раскидываю Таланты Я не Не очень Люблю Ангилдин И блок Если я Иду В 9 21 Я считаю Это Необязательным Учитывая Что я Иногда Беру Армор В Квинтах И Я умею Делать Так Что У меня Не Контр Джангли Это Необязательно Я Предпочитаю Раскидываться Вот так То есть Это Мое Стандартное Раскидывание В принципе Вы можете Забрать Одну очку Из Резистанса Одну очку Из Ренфорс Тармора Одну очку Из Взять И Взять Ангилдин Или Взять На Один А не На Два То есть Это Тоже Все Работает Мастерис Вы Должны Понимать Как Вы Раскидываете Свои Мастерис То есть Вот Этот Талант Ни В коем Случа От Не Должны От От Фиста Ни В коем Случа Не Должны От Одного Из Этих Талантов Если Ваш Персонаж Все Жел Скалируется От Атак Спида Или Абилити Пару Тоже Отходить Нельзя Здесь Вы Не Должны Забывать Про Тав Скин И Джаггер Наут Если Вы Идете Во Вторую Ветку Ни В коем Случа Не Забывайте Про Опрешн Ледженд Дерри Гарден И Сейчас На Тенейш Про Масты И Руны В Принципе Все Теперь Пики Перед Тем Как Я Поговорю О Пиках Я Хочу Объяснить Свою Логику Если Вы Не Знаете Вообще Кто Я Смотрите Это Видео Будет Для Вас Полезной Информацией Если Вы Смотрите Мой Стрим И Со Мною Чем То Не Согласны Я Клин Фит А Я Приведу Пример На Весьма Банальном Сайте Лол Кинг Сейчас У меня Прогрузится У Персонажа Есть Определенный Процент Побед И Этот Процент Побед Многие Просто Игнорируют А Это Делать Можете Мне Поверить Ни В Коем Случа Нельзя То Смотрим На Винрейт Атрок 48 Процент А Я К Сожалению Не Могу Нажать Вот Сюда Чтобы Мне Показалось По Винрейту А Не Могу У Меня Сегодня Прогрузился Луки Права У меня Не Прогружается И Смотрим Смотрим В самый Конец У Лисина Винрейт 44 72 У Элис 44 39 У Евы 45 77 У Грагаса 44 39 Почему Хотя Персонажи Настолько Сильны С одной Страны Их пикают На Про Уровни Беспрерывно У того же Сыграли 100 Игр На Лисине У 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 Нет, еще раз нет. Смысл их пикать, если можно пикать Ви. К примеру, Ви я считаю, это очень сложный персонаж. У него винрейт 51-41%. Хотя это правда сложный персонаж. Почему? Потому что она упэшна. Если вы научитесь играть на этом персонаже, если вы на нем будете играть реально очень хорошо, вы будете отыграть 200-300 игр на этом персонаже, ваш винрейт будет 55%, пока вы не упретесь в ту планку, которая является вашим элой, и уже не начнете качели, уже не начнете изучать игру, тестировать, тестировать, тестируют новые, улучшать свой именно плейстайл. Джар вам 53%. Вот в чем смысл винрейта. Винрейт показывает именно саму мощь персонажа в соло-ку. Он не показывает ни в коем случае не показывает силу персонажа на профессиональном уровне. Хотя в некотором роде показывает. Это очень важно для ознакомления вот эти вот штуки. И вам никто не запрещает постоянно смотреть на Лол Кинг после какого-либо патча, как изменится ситуация за неделю. Я, например, могу включить ванга мод, и я скажу, что у лисина будет падать винрейт еще сильнее. Еще и еще сильнее. А пикают его в 25% игр, ребят. То есть представьте, сколько процентов, какое количество игр люди проигрывают, потому что его пикают. Жуть. Смотрим дальше. Теперь уже продолжим именно по персонажам. Первый персонаж, о котором я хочу поговорить, на мой взгляд, это сильнейший персонаж, если вы сможете на ней играть идеально. Но на этом персонаже никто на данный момент играть идеально не может. Он слишком сложный. Правда. Это Ви. Ви это и вправду сложный персонаж, потому что в любом случае в какой-то момент вас переиграют. У вас отфлэшится от Ку, или вы просто ей не попадете. Из-за этого вы проиграете тимфайт или еще что-то. Но она просто слишком сильна. У нее слишком хороший скиллсет. Она сильна на протяжении всей игры. Она скейлится в лейт, в мид. Она везде хороша. У нее идеальная пассивка. Она идеально скалируется от всех, без исключения полезных артефактов, которые используются сейчас в League of Legends. Сейчас я покажу ее итемы, ее раскачку. То есть смысл в чем? Смысл Ви. Многие мне задают, а почему ты раскачиваешься через Ку? Максить на Ви можно только Ку. Ку слишком хороша, уменьшается кулдаун, больше дэмэджа, если вы попадаете этой Ку. Больше чейс потенциала, или эскейп потенциала. Максить только Ку. Теперь плейстайл. Плейстайл и итемизация. Первая строка, то есть у нас то, что мы имеем сверху, это итемы, как ее в принципе нужно собирать. Вторая строка, это итемы, которые на ней могут быть полезны. Лизард, без исключения, ни в коем случае, никогда не собирайте на Виланта. Пожалуйста, не делайте этого. Никому это не слушайте. Ни в коем случае. Только Лизард. Бруталайзер или Хексдринкер. Здесь момент. Это самая большая сложность. Или Хексдринкер, или Бруталайзер. А Бруталайзер на Виланта лучше, потому что ей нужен кулдаун на ульту. Плюс дается дополнительно, Армор Пенетрейшн, которого больше дэмэджа, если у вас игра пошла только Бруталайзер, без исключения. Дальше ей собирается, как правило, или Тринити, если у вас там 5-0, или Рандуин. Рандуин, это будет всегда хороший выбор, поэтому советую собирать Рандуин. Локет из Мэйджа Кризис Тартов, это лучший. То есть, если у вас есть выбор, например, вы уже собрали Рандуин, собрать Хексдринкер или Локет, конечно, собирайте Локет. Он помогает и вашей команде, и вам, и в целом он дает кулдаун, редакшн, очень хороший арт. Дальше, как правило, вот здесь сложный момент, собирается, или за нее Тормейл, потому что, в принципе, за счет своей пассивки, за счет того, что у вас есть какие-нибудь там щиты еще с командой, вы можете собрать Тормейл и влетать во вражескую АД Керри и убивать его. Здесь вы собираете или Тормейл, или вы еще собираете один арт на ХП, например, Джайант Белл для будущего Вармога или еще что-то такого плана. После этого, так как игра уже перешла в лейтгейм, как-никак вы уже собрали фиг знает сколько слотов, вы заменяете Лизард на Голем, и потом уже можете собрать, например, Тринити. Артефакты, которые на нее возможны, но собирать я, например, не советую. Это Фрозен Хард, она не слишком хорошо скалируется от Кулдаун Редакшн, она скалируется хорошо, но не так хорошо, например, как Джарон. Фрозен Малет, в принципе, неплохо, но опять же, не обязательно. Вот Блэк Клиер, это хороший арт, это очень хороший арт, который вы частенько можете собирать, особенно если у вас есть, например, ну вы уже собрали Бруталайзер, и вы понимаете, что вы, в принципе, не разожжены, а вот ваш Адайк Керри хороший, разрожен, можно для него собрать Блэк Кливер, он даст вам дополнительное ХП, немного дополнительного демеджа, хороший арт. А если говорить про Зефир, это уже когда игра перешла, не то, что в лейтгейм, а в 60 минут, ну и вместо ботинка его, в принципе, можно собрать. Гидра это довольно-таки тройский вариант, и больше я это для Джарвана обозначил, потому что именно такая же сборка будет на Джарвана, а Гидра на И хороша, но на Джарване лучше. Гардин Эйнджел также является хорошим дефортом, который можно собирать, например, вместо Вармога, если вы захотите собрать Вармог. Скиллсет, как я уже здесь показал, на первом левле вы прокачиваете Е. Почему? Я лично считаю, что дополнительный АУЕ дэмэдж с Е будет лучше, если вы попадете Ешкой сразу по трем крипам, ну, на первом бафе. На мой взгляд, это лучше, плюс он обнуляет автоатаку, плюс он дает щит, одни плюсы в Е. Например, я знаю, что Сейн Твиши с Уодван прокачивает на первом левле Е, а в свою очередь Эмейзин, это американский джанглер, ну, тоже американский, прокачивает В, шук прокачивает тоже В. Максит, естественно, кул вторым я макшу В. Я лично считаю, что дополнительный атак спид гораздо лучше, просто не соизмеримо лучше, чем ну, дополнительный дэмэдж с Е, учитывая, что там добавляется всего по 15 дэмэджа и небольшой кул дэмэджа, я лично, честно скажу, не фанат. Мне кажется, В гораздо лучше, и мой винрейт на Ви говорит сам за себя, что тоже лучше. Следующий у нас персонаж Джарм, совершенно не меняется здесь этимизация, такая же этимизация, как Ви. Единственным, изменение заключается в том, что у Джарвана чуть лучше он скалируется от Фрозен Харта и чуть лучше он скалируется от Гидры, чем Ви. В остальном изменений никаких нет. Кстати, очень интересный момент. Джарван божественно скалируется от Тринити. Многие недооценивают Тринити на Джарвана, предпочитая Тринити Гидру. Почему? Гидру собирают, как правило, топлейн Джарваны, потому что она дает АОЕ зачистку, более быструю зачистку линии, то есть, читайте, ваншот получается по всем крипам на линии, плюс к этому он дает sustain. Вот, sustain. Если говорить про лесников, вы разожрены за Джарвана, Тринити является наилучшим артефактом, потому что между автоатак вы сможете лучше и быстрее двигаться. это очень хороший арт, плюс к этому у Джарвана идет дополнительный армор penetration с его Ку, который, кстати, очень неплохой армор penetration, который дополнительно дает дэмэдж еще и по Тринити, потому что Тринити именно скалируется не от вашего бонусного АД, а от вашего бонусного арморного penetration. Очень хороший арт на Джарване, если вы разожжены. Первым вы прокачиваете, естественно, флаг, дополнительный армор, дополнительный атакс-пид, причем не только вам. Дальше вы прокачиваете, ну, максите, естественно, Ку, дополнительный дэмэдж, не Е максите. Теперь Ку выгоднее макси, потому что Е понерфили, и после этого вы максите В. Многие, даже профессиональные ЛКС-игроки максят до сих пор флаг вторым. Мне, если честно, становится больно. ОП-шность, именно ОП-шность, шилды на Джарване, она колоссальна. Ни в коем случае не отходите от Макса Шилдон на Джарване. Это просто совершенно нереальная штука. А, да, вот, что я забыл, к сожалению. На Ви. Очень важно понимать, когда пикать Ви. Ви, как и Джарван, кстати, может пикаться в любой стаб. Эти персонажи, я не считаю их гад тиром. То есть, это не божественные персонажи. Но это и не тир 1. Это что-то среднее. Это тир 05. Тир 0, если вы так хотите назвать. Они чуть сильнее, чем тир 1 персонажи. Ну, и винрейт, в принципе, у них побольше, чем тир 1 персонажей. Но они не гад тир. Против кого Ви нежелательно пикать. Самый, самый большой контур-пик для Ви, без исключений, это Маргана. Это самый страшный пик. У Марганы слишком много замедлений, если она идет в саппорт и там фрост квин. У нее слишком много контроля, слишком длинный контроль. Это очень опасный персонаж для Ви. Плюс Black Shield против ульты. Также еще Маргана сама идет в зоню. Это такая боль. Следующий контур-пик для Ви, на самом деле я не могу назвать это контр-пиком. И я специально выбрал небольшую вставку по видео, кстати, я ее тоже забыл показать, потому что перешел младжар вон. Это персонажи с иммуном. То есть это Лиссандра, Фис, Фиора, Зет, то есть персонажи такого плана, которые могут заиммунить ульту. Это очень неприятно для Ви. Когда вы фэлите свою ульту, то также в свою очередь Ви когда Ви божественна. Она просто божественна против фула десстапов. Ее в принципе контрят все вот эти руты, станы, типа ксерота, типа люксы. Неприятно. В свою очередь Ви контрит персонажей с большими щитами, то есть больших саппортов, так сказать. Это Ариана, это Лулу, она их реально контрит. Сейчас мы посмотрим небольшую вставочку в видео. Я думаю это будет интересно. Кстати, если говорить про видео, в целом у меня будет 5 персонажей, о которых я в этом видео поговорю. Я не могу сказать, что я нашел идеальные моменты для этих персонажей. Почему? Потому что я не искал момента, где я сверх разожженный, там просто сделаю квадр или пентакюл. У меня таких моментов реально много за последние два месяца. Я хотел показать моменты, где я просто играю за персонажа и не в состоянии совершенного тотального урожора. А просто играю за персонажа. Хороший момент, хорошо показывается механика этого персонажа. Лично мне показалось, что именно эти моменты хорошо отразят суть этого видео. Показывает, что компэйки возможны, или даже если игра идет 50 на 50, вы за счет хорошего пика, за счет хорошего плейстайла можете выиграть этот тимфайт или еще этот момент. давайте посмотрим у нас клинфит. Так, не то, вот V. В этой ситуации, в этом моменте у меня была очень сложная игра в early game. как вы видите я совершенно не разожжен. В этой игре я даже не пошел в борталайзер, пошел в хикс дринкер, потому что мне было очень сложно играть. В остальном итомизация ничего сверх естественного здесь нет. Вместо лоркета здесь большая, потому что мне нужно было против физа. Этот физ очень любил меня ультовать прям сразу. Так вот, давайте посмотрим момент. момент очень простой. Я просто натягиваю делаю флеш стан сразу подвоем и ультую здесь физа до того, как он смог что-то сделать. После этого мы выигрываем teamfight, выигрываем игру и gg wallplate одним словом. Игру здесь в кэриле естественно люциан и вот этот хороший влет. Ничего сверх естественно это банальная механика ви. Я забрал на себя огромное количество фокуса. я сразу застанил двух человек с помощью своей ку и мы убили физа, который был нереально разожжен тупо за проказ. Причем у физа была и ешка в этой ситуации и зоня. Просто хороший влет, который хорошо показал возможности ви. Следующий момент, чтобы не переключаться про джарвана. Контр пики джарвана. Есть ли какие-нибудь контр пики у джарвана? Нет. У джарвана вообще нет контр пиков. И можно пикать в любой сетап когда угодно. У джарвана был один сложный пик. И это был лисин. Потому что лисин его шатдауни мог за шатдаун в роли гейми. Ну естественно казик был казик супер но потом казикс понерфили забыли про казикс слава богов понерфили. Саджар неприятно играть против персонажей которые могут уйти ну эскейпнуть из-за его ульты но в целом у него нет контрпиков. Джарон хорош. В этой ситуации мы выигрывали но как вы видите выигрывали не очень сильно. Игра была очень сложная у них был очень разожженный кагмов но у меня был неплохой неплохой ривен я бы сказал хороший ривен в целом игра это вроде невысокая элла кстати да это это вообще промо игры то есть это элла невысокая это где-то платина может быть платина 5 платина 4 но смысл здесь не в этом смысл не в элла и не в том что у меня тут кстати не очень адекватная сборка я не советую собирать и хекс дринкер и бруталайзер учитывая что у меня немного килов но здесь я пошел очень правильно что я пошел в тринити не побоялся собирать тринити здесь показывается именно механика персонажа и что за него возможно делать смотрим если у меня конечно прогру прогружается здесь я изноувиженно влетаю и посмотрите сколько я делаю дэмэджи стринки 439 дэмэджи сразу ставлю здесь в стенку трэша делают дабл подкидывание уворачиваясь от кливера и вот здесь посмотрите еще одну подкину я только что подкинул вражеская команда это видела и она подошла так что я смог подкинуть трейк здесь мы долго чистим игру я выиграл хотя игра была до сих пор очень сложная мы кстати здесь сейчас сделали из просто за счет того что у кагмала был небольшой оверэкстенд хотя он увидел что ривен на топе он видел что грейвса нету рядом и он видел что можно засыпить грагаса но в целом тринити дала очень много дамага и получилось все очень хорошо в этом тимфайте плюс как вы видите как вы видели я очень неплохо использовал все вот эти вот комбы двойная комба помог своим адекаре своему грагасу который кстати закирил в конечном итоге эту игру смысл в том что за Джарона в отличие от Ви ваша задача не влетать во вражеского кэри в этой ситуации хотя я влетел ваша задача помочь своим кэри разделить вражескую команду законтролить желательно одновременно и вражеских танков и вражеских кэри забрать на себя фокус много чего за Джарона неограниченных скиллкап вы можете за него делать что угодно когда угодно и вы практически всегда будете правы вы должны видеть тимфайт хорошо и правильно персонаж сложный но персонажи имеет смысл мейнить а имеет смысл наигрывать например сейчас у меня за него 10-0 сыграно на 0-10 а следующее давайте про руны и про мастерис опять поговорим мао кай у нас будет дальше мао кай сейчас секундочку и мао кай скиллсет ну так вот первое здесь у меня нету каких-то итемов которые можно собирать или нельзя собирать смысл идет в том что это две различные сборки с одной стороны вы можете так посмотреть и увидеть что практически одни и те же здесь артефакты используются ни в коем случае сборки совершенно разные первая сборка это моя стандартная сборка которую я использую тогда когда у меня все хорошо это голем это айсборн гантлет а и после этого я иду тупо в деф после этого здесь кстати у меня идет выбор или рандуин или тормейл точнее или вармок в принципе вы можете их собирать оба этих арта но я предпочитаю все же в начале собирать рандуин потому что я очень много потратил денег на гантлет гантлет для маука божественным в early game он дает очень много демеджа очень сильный арт я советую его всем собирать под конец меняется на здесь frozen heart гантлет потому что просто frozen heart в late game дает больше турмейл также обязательно на маука потому что вы вылетаете как правило вражескую адекерии танчите именно его демедж вторая сборка совершенно другая потому что вы не собираете гантлет вообще а это сборка когда вы не разошны когда вы не ощущаете того что вы можете керри эта сборка отражает всю суть маука она отражает его опешность имеется ввиду что первая сборка это стопроцентный вин игры когда вы ее собираете если вы сможете собирать гантлет и продолжать убивать продолжать ганкой вы практически на сто процентов выигрываете игру потому что гантлет ну реально весьма опешен вторая же сборка отражает суть в том что вы собираете капку даун редакшна и вы постоянно используете twisted advance то есть его вешку для контроля 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 я приведу пример с американским стримером который играл за команду тсм одван это человек который здесь наверное небольшой флейм совершенно не умеет играть за маука он совершенно не понимает смысл маука он собирает гигантское количество бесполезных артефактов на маука иногда это бывает локет иногда это бывает баньша иногда это бывает к примеру рондуин без фрозен хард то есть он не собирает у него кулдаун редакшн даже если он играет early game со статой 5.1 как правило он проигрывает игру потому что он не использует силу своего персонажа не использует все фишки своего персонажа смысл маука почему он стал настолько о пэшн маука стал настолько о пэшн именно ни в коем случае не из-за бафа нет он стал из-за бафа вэшки за счет вэшки вы можете сидеть на цели можете контролить эту цель до бесконечности ваше количество контроля оно просто сумасшедшее 2 секунды рута с кулдауном там чуть ли не в 5 с чем-то секунд плюс подкидывание плюс замедление с гантлета если вы его собираете плюс уменьшение демеджа это просто жутко вражеский адекэри плачет и в этом в следующем моменте вы это увидите почему я вот здесь сделал вот так почему здесь джайанк бэлт до сборки фрозенхарта как правило вам просто не хватает немножечко хп то есть за маукая вам желательно иметь дополнительное количество хп и вот это вот хорошо скалируется джайанк бэлт до фрозенхарта так скиллсет скиллсет мы тоже его посмотрим начинаем с е еще одна фишка которую нужно знать с е вы начинаете стакать саплингов на 1.20 то есть на 1.20 если вы кидаете первого саплинга вы успеваете настакать 3 саплинга до того как крестница ваш баф и используйте еще одного саплинга дополнительный дэмэш максите вы ку но очень важный момент вы максите ку не на полный вы максите ку до 4 потом вы забираете на 2 вы и опять прокачиваете ку до 5 и дальше опять идете в почему почему а если вы использовать ну замолкая собираете гантли то вы собираете как раз где-то до 10 левла ну или там немножечко раньше вы убиваете все кемпы с одинаковой скоростью что у вас ку на 2 или точнее что он у вас на 4 что он у вас на 5 разницы никакой нет а в просто как обилка гораздо сильнее ку вот и все момент давайте посмотрим у нас быстренько момент сейчас я переключу а это клинфит быстренький момент у нас здесь просто отражается вся сущность маука вся его силы что он делает а как раз вот здесь это последний тимфайт когда у меня фулс лот я понимаю что все мне уже больше не нужен гантлет а гантлет не нужен когда у вас есть уже капку даун редакшн есть у вас уже турмейл и уже в принципе гантлет он просто вам не даст дэмэджа дополнительное дополнительное смысла не имеет в этом артефакте когда игра уже переходит на 43 минуту игру мы выигрывали мы выигрывали очень сильно а потом у меня команда перестала грубиться умирала постоянно и дрейвен разожжался до состояния тотального уничтожения всего чего только можно но оказалось что у нас есть маука и посмотрите что происходит мой моя команда мои рели опять не хочет подходить релье на протяжении всей игры сплит пуш лоих не хотела подходить а моя команда в это время цепляли 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 кэй anderen треша всех цепляли безпериума потому что реля не хотела к нам подходить вот здесь я не хотел опять же драться потому что ирелий не был но вот здесь я понимаю что все надо влетать инингẻ и вот здесь цепляют лесины я могу за зоне посмотреть что происходит я забиваю на всю команду и вражеская команда забивает на меня дрейвен думает наверно мне сейчас кто-нибудь поможет на самом деле никто не поможет здесь кстати реле партица но если бы она была с нами файл бы начался инстантом а так начался fight 4 в 5 я понял что мне уже нужно звонить если бы я сейчас не влетел в дрейвена fight бы закончился нашим лузом и скорее всего мы потеряли базу я влетаю дрейвена забивая на ривен просто просто моя задача контрить 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 и дрейвен здесь делают ошибку он понимает что мне не делает дэмэджи вообще он меня все это время стреляет но не может ничего делать вот и все и игра выигрывается количество контроля умолка я просто неадекватная при 40 процентов колон редакшна и при ствист от адвансе он просто неадекватно вы бесконечно влетаете 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 ответить адванс да может 15 процент максимального хп плюс за счет семидесяти семи процентов ну семидесяти семи ability power вам еще добавляется что-то порядком двух трех процентов трех вроде процентов дополнительных то есть умолка и дома же много контроля очень много все очень много кстати я знаю что я забыл я опять забыл очень много уже говорю устал немного так видео я забыл рассказать про руны и мастерис вот о чем я забыл зови мы используем опять же начинаем с и зови мы используем вот такие вот ровно то есть желтые хп левел синий мэйджи кризисло квинты одна на так спит потому что разница в забирании скорости нет между full а д или full а так спит точнее вам обязательно иметь плюс 13 а д чтобы забирать лес гораздо проще два кемпа вы будете забирать быстрее по каждому крипу на одну авто атаку плюс а д лучше на в чем а так спит за счет изменения ее кушки в одном патче и по нерфили приличном базовый дэмэдж скуну увеличили скейл и дальше идет идут мастерис мастерис у меня вот здесь в 21 день довольно таки банальный здесь ангел дин а то есть став скин а мы идем где 20 нензови это просто не нужно а здесь мы берем так вот эти два таланта я взял хотя не не обязательно на ве потому что я считаю что они даются просто тупо больше здесь а так спит варлорд на 2 я считаю что это лучше чем фьюри ну немножко лучше учитывая что мы собираем пару ады слотов естественно мы берем dangerous game если мы идем 21 в первой ветке точно сильный талант ну в целом он дает в гейме очень много отхила в регионе он спасает от огна это полезно приятно брать надо руны джару на джаруна все немножко по-другому а все квинты идут на так спит просто он скалируется так спида лучше чем от флэт воды это банально банально и все он просто лучше скалируется а мастер из-за джаруна я играю в 921 хотя за джаруна можно играть в 27 9 я как я говорю я не очень люблю если игра в 920 и не очень люблю ангел динный блок потому что мы берем и хардинанс и резистанс плюс мы берем legendary guardian собираемся как правило и 921 в танк полутанка и а здесь мы ночь антарма с этого получается приличный бонус здесь все стандартно маукай а маукай и диана рун у нас совершенно одинаковые желтые хп лэвл синий magic резист лэвл пожалуйста не ставьте на диану флэт в ап или ап лаву если вы джарить не надо мэйджи крис поверьте квинты я наберете power я тестировал ability power лучше на одном на каждом из них и здесь атак спит на маука атак спит лучше просто по той причине что он полезнее в эгене в эгене атак спит на маука это дополнительный хилл с пассивки потому что пассивка обновляется считайте инстантом и за счет этого атак спит будет лучше хотя в мид гейме полезнее на маука и именно миксовая пенетра но атак спит учитывая что у него лучший атак спит в игре ноль шестьдесят шесть девять четыре на так спида очень хорошо скалируется и чистит лес он с этим быстрее поэтому естественно мы берем атак спит а мастерис у нас на маука и мы будем использовать тоже 921 опять же с фьюри но здесь мы берем аркейн мастере ну так как это ability power он скалируется гораздо лучше чем от а.д. здесь в свою очередь все совершенно так же как и на джаруном следующий у нас персонаж из тир-1 молка это именно тир-1 то есть видит джар он чуть повыше тир-1 это амуму а почему амуму давайте мы переключимся здесь на мунку нашего любимого амуму и там с этому маскилсет амуму амуму это персонаж который имеет 55 процентов винрейте на ул кинге на протяжении последних наверное двух лет о да почему же он так не популярен почему его пикует нечасто а на самом деле амуму весьма сложный и весьма своеобразный что ли персонаж будут игры когда вы будете полностью бесполезны а будут игры когда вы были полностью бесполезны но потом взяли и завуешь ли всю вражескую команду вообще без каких-либо шансов амуму в этом плане очень и очень полезен а он может закрыть любую даже полностью слитую игру у него приличный дэмэдж для танк большое количество контроля приличная кстати скорость бега для такого персонажа танкового и он нереально скалируется от всего чего только можно здесь я использую определенную сборочку я предпочитаю на амуму собирать об и джанглы там просто по той причине что не хватает маны хоть убейся после этого я иду во фрозный карт потому что фрозный карт дает тупо больше дэмэджа чем сам фаре если вы его собираете прям сразу инстантом раш он дает больше маны в вас просто мана будет заканчиваться постоянно поверьте мне а кулдаун редакшн дает очень много дэмэджа очень помогает чаще влетать с ультой помогает с бинтом влетать чаще фрозных арт этом мастхэв санфаер за счет пассивки дает слишком много дополнительного дамага локет является лучшим magic resist артом на муму но здесь я пожалел место а абиссом можно вместо локета после санфаера собирать абиссом если у вас все очень хорошо абиссом будет даже лучше турмейл обязательно просто обязательный слишком много дает опять же за счет пассивки напоминаю пассивку уменьшает а в мэджик резис цели на 15 может загнать мэджик резис даже в минус поэтому абиссом будет очень хорош маску на него с не советую собирать я считаю на того просто не стоит только если вас там статали а 10 0 потом вы меняете ap jungle это многолем просто по той причине что вы гейме ваша количество хп ну ну просто лучше будет и все орундуем также хорош в лейтгейме например вместо санфаера но опять же не обязательно качаемся мы через е то есть на первом левле ни в коем случае не берите е в даст гораздо больше дэмэджей большинство профессиональных игроков если быть точным все профессиональные игроки именно берут на первом лаве тоже в хотя откуда-то пошло что на первом лаве нужно брать ед совершенно неправда на первом лаве берем в потом максим и после этого максим q дальше максим естественно в оставшиеся если говорить про руны и мастерис давайте руны руны амуму здесь очень тонкая грань замом есть три набора считайте рон первый набор он вы видите здесь точнее давайте я сразу поставить первый набор это full затонкованность я чаще всего играют так в городе переставла жить ну так вот full armor красные и квинты на армор это наиболее стандартная на мой взгляд страница просто по той причине что амуму не очень хорошо скалируется именно от ability power хорошо скалируется от magic penetration а вот это ability power он скалируется ну так ну нормально вторая страница рон это гораздо более стандартная страница рон который использует большинство профессиональных игроков хотя там в квинтах тоже чаще чаще всего может быть что-то другое банальный magic penetration и квинты на армор на мой взгляд вот если совершенно честно я считаю что эта страница наиболее стандартный на бой наиболее профитно хотя до этого я всегда играл с армор красными вы будете все так же практически не проседать лесу если по сравнению с армор красными но у вас будет больше дэндж на мой взгляд вот эта страница лучше чем армор красный хотя армор красными конечно вам будет попроще если вас контур жанре ты проще такой и вторая страница это ну последний вид страницы это квинты на ability power в чем смысл квинтов на ability power в этой ситуации с квинта если вы все квинты ставите на ability power именно все ни в ко мне две ни одна все вы чуть-чуть быстро забираете практически все кемпы если быть точным на быстрее на одну ешку профит на до сколько времени вам это выиграет ну где-то может быть три секунды может быть четыре секунды стоит это того учитывая дополнительный риск который в получаете не ставили не ставил армор квинты я не уверен честно тестируйте выбирайте страницу которая вам нравится работает каждая мастер из а давайте перейдем здесь единственное единственный вариант когда я меняю фьюри на сорта и просто могут несколько рецепт вот честно не скалируется поэтому я ставлю здесь сорсты дополнительный call down редакшн в роли гейме хотя вы собираете сразу быстро идете дальше call down редакшн я считаю что это того стоит за муму самый сложный момент игры наверное это где-то с наверное с минуты 7 вот по 14 лэвов это самое сложное для муму ну давайте посмотрим небольшую вставку ставка я и сейчас нам вот заму практически не нашел нормального момента но просто по той причине что заму все моменты они довольно таки одинаково ты влетаешь бинтун ты используешь ульту и файт выигрывается или хоть проигрывается то есть у меня не было никаких то безумных плейзов или не было каких-то не знаю вот чего-то безумного заму чего-то красиво не было все были довольно таки рабочие моменты данки простые моменты плюс я за маму сыграл не очень много игр потому что я предпочитал играть на других персонажах так как кому-то на мой взгляд он скучноват сейчас у нас прогрузится ситуация командов проигрывал файт я был довольно таки разожженный и я влетел пара папа ну здесь мы остались ли он и два версии 4 и просто смотрим это это показательный дэмэдж то есть посмотрите сколько я дамажа кстати игра с очень низкого а я практически здесь убил всех ну немножечко не хватило то есть как вы видели дэм шумом совершенно сумасшедший а даже при таком количестве ability power здесь мне кстати красные были на армор они на magic penetration есть у меня был на magic penetration был бы еще больше дэмэджа в принципе в этом и смысла маму это просто гигантская доминация дамага то есть вы танк который сумасшедший дамаж все контроль у вас меньше чем маука я в том плане что попасть ним сложнее но в целом ну как то так персонажи которые против которых слабому очень сложно играть против персонажей сильным роли гейму после нерфа элис а евы и лисина стало попроще но рингер кстати против аму очень хорош а также сложно играть против персонажей с тру дэмэджем то же самое кстати для маука я особенно против войны вот маука вообще против войны очень сложно против морганы весьма сложно играть но против морганы сложно играть всем без исключения джанглером поэтому я советую вообще банить нафиг ну а мы вот как-то так и последний персонаж которую я отношу к тир один персонажем сейчас я переключу их быстренько видео последний персонаж которого я считаю тир один персонажем сейчас я быстренько все поменял все поменял да все поменял сейчас я рунки поставлю а вот маука диана последний персонаж которого я считаю тир один джангром и это не троллинг ничего такого если вы не видели как я играю за джангл диану то можете посмотреть записи диана совершенно верно диана это наверное открытие которое для себя сделал самое большое это совершенно сумасшедшего п о да это не вим это не джарон которые являются а д персонажем которые должны быть сильны в роли гейме они просто должны это персонаж с очень специфическим плейстайлом персонаж который совершенно не ганкой до 6 левого который которым очень сложно играть если его контур джангл а в чем вы зададите вопрос а в чем-то то смысл этот персонаж у него столько минус а все очень просто у диана есть один плюс который перекрывает все до единого и минусы это персонаж который выигрывает игру в соло причем она может выиграть как и нормальную игру когда 100 до 00 как и выигрышную с 10-0 так и с 010 это персонаж совершенно не адекватен после покупки всего спектра в рейсе и и дэмэдж просто зашкаливает с ней невозможно дуэлис она уничтожает любого лесника один на один особенно если она начинает первое у нее очень маленькие кулдауны практически бесконечный чарж при сборке 40 процентов кулдауна редакшина редакшина и наш ртуз и это вообще монстр это мутант она ваншоты это дэкерри на ваншоты этапа и кэри дэмэдж просто сумасшедший в целом она весьма затонкована за счет своего щита и ее скилл сет просто божественным фарм леса на уровне самыми быстрыми лесниками она быстро фармит даже до первого бэка после спектра в рейсе на шестом левле она перепрыгивать и все стены по кэмпом она ваншоты от лес после наш ртуз и она в принципе может сделать дууна шора с любым топпером потому что у него очень много дэмэджи по статик таргетом и следующему ладно давайте быстро пробежимся по рунам руны такие же как у маука я почему атак спида не миксовая пенитра или чисто magic penetration смысл в том что она очень хорошо скалируется от атак спида в плане зачистки леса в гейме потом в лейте тоже приятно а за счет на шарту за больше дэмэджи до magic penetration дал бы больше дамага в плане именно за че именно тимфайтов но зачистка леса естественно так спит ну дэв рона здесь все понятно квинты ability power они просто лучше опять же чем атак спит быстрее зачистка леса с ability power больше щит одним словом идеально теперь давайте по мастерис пробежимся мастерис мастерис здесь тоже все довольно таки стандартно что я могу сказать следующим а спален блин почему нельзя блэйд и просто не имеет смысл каждый вас спел который попадает увеличить дэмэдж бэзика так на 1 процент зачем я не это совершенно не нужно единственное что здесь нестандартно это архимаг взят внутри вместо трифды его стейтен strike смысл здесь заключается в том что чем больше вас а п тем больше у вас щит тем более вы затонкованный фармить лес с архимагом на 3 будет просто чуть чуть лучше в этом весь принципе смысл если говорить про сборку а есть две сборки которые я не могу определиться какая из них лучше честно просто никак не могу определиться обе сборки очень и очень хороши начало у обеих сборок просто одинаково а спектру в рейс наш рту снэш ртуз это просто мазхэв спектру в рейс от лучше джангл и там и он дает 8 стоп и 10 процентов кулдаун редакшна плюс от хилл и деньги то есть дополнительно он полностью себя окупает и в плане статов и в плане денег идеальный выбор наш ртуз дает 20 процентов кулдаун редакшна что на диане является самым важным статом за счет того что если вы не попадаете кушкой то вы не сможете использовать нормальную туда и чем чаще у вас q тем чаще у вас ульты на 16 левле даже ульта получается 40 процентов кулдаун редакшна иметь очень маленький кулал а плюс дает атак спид который полезен и дополнительная дэмэдж с пассивки но естественно сама по арт на диане в лесу сидит божественно линии лично я не любил никогда на шартуз но в лесу это просто мазхэв в первый билд это наиболее затанкованный билд но смысл в том что здесь очень большая разница очень большая разница между первым и вторым билдом именно в третьем арте а в одном случае я собираю гантлет во втором зоне вот именно остальные арты они не так влияют то есть вы можете их перемежать как хотите смысл в том что а гантлет в целом лучше чем лишь бэйн на диане просто за счет того что вы лучше будете сидеть на цели а в любом случае вы не можете пойти как медовые диана в быстрая огромное количество по где-то до 150 ap гантлет и лич бэйн имеет приблизительно один и тот же дэм что это те арты но гантлет дает замедление плюс гантлет дает армор что джанглеру важно а почему зоню тогда имеет смысл брать зоне личь бэйн почему такая комбо а вы без зоне просто ничего не сможете сделать против таких персонажей как например в если против вас играет ве и вы играете без зоне вы просто не можете сдожить ульту а и ваш потенциал драки меньше то есть та же ситуация в принципе с физом или с фиорой а или же если у вас летит джар вам ультой или вы можете сдожить какой-нибудь очень важный бинт много вариантов то есть когда во вражеской команде много контроля и много вот именно вот такого бурста жесткого зоне очень хорошо помогает против этого и в целом за диану очень выгодно зоне потому что вы сможете использовать аку ульт например и шилд сделать там автоатака две автоатаки включить зоне и опять у ульт ульт да то есть такого плана зоне хороша гантлет в остальном же ну в целом лучше здесь вармок плюс а плюс ранду и на самом деле это не так то есть здесь выбор или рандуин или вармок вармок в целом будет лучше но а ну потому что при покупке вармок плюс турмейл это лучше чем рандуин турмейл но иногда когда у вас не очень хорошо все по финансам одним словом финансы поют романцы а то рандуин турмейл будет по полезнее и паз в последнюю очередь вы меняете спектр брейс на выстав это является ну естественно москва будет став лейтгейме для дианы просто божественно за счет его пассивки за счет дополнительного джесс наш арту со и плюс еще и тормейл дает дополнительный дамаг вторая сборка имеет большее количество обилити пару в том плане что зоне дает ap и из-за этого лишь бы становится лучше чем гантлет здесь опять же без варианта плюс лишь бэйн а хорош плане могут спида на диане он очень хорош потому что очень часто вам приходится бегать 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 и кидать крашен слэш то есть аку ну дальше чем быстрее вы бежите тем дальше вы его считаете кидайте тем больше шанс попасть а почему дальше я не собираю вармок плюс турмейл просто нет слотов в этом плане выгоднее собрать или вольт став плюс или или войт став или рободом а и гардин и гардин и angel просто очень приятен если говорить про она про ботинки мы потом против против кого а вообще можно пикать диану и против кого ее нельзя пикать диана в целом выступает в роли джарона в тимфайтах она очень похожа она также вылетает зоне как бы вражескую команду влетает воды кири через всю вражескую команду ну как-никак и ульта имеет очень большой range если мне не изменяет память 825 вы например можете даже прыгнуть на нашу ультой ну сверху имеется веду через стенку диану нельзя пикать ну можно но очень сложно против реле и реле это прямая контра она ее контрит во всех планах во первых диана всегда врывается на фу хп за счет своего шалда и далеки долго находится на фу на фу хп поэтому и роли может застанет она его может за дуэлить она в целом садится на диану диана просто ничего не может сделать за счет вот этого труда матч у дианы хп не так много очень неприятно играть против реле я советую ее или банить если вы хотите играть на диане или просто не пикики если вражеская команде она есть сложно играть против и и джарона потому что это самые на данный момент сильные адежрен BS& и в роли гейме они просто насилуют бедную диану очень сложно а в остальном она просто идеальны она очень сильно против танков она жутко сильна против танк против маука против грагаса была она прекрасно работает она дуэлит физа то есть в этом плане она тоже особенно если она идет в зоне даже без magic резиста дианка дуэлит физа просто без каких-либо шансов для физа она божественно работает против любого адекере то есть против издрила грейвс и без разницы она может их чизить она может их убивать она является жестким ассасин а если говорить про прокачку скилов вот и что здесь интересно в моей прокачки диана запомните это фарм до 6 не ганки просто фарм игнорируем команду даже если команда сыграла 0 3 вы играете за диану вы можете камбэкнуть эту игру мы прокачиваем шил то есть его вышку на 2 так гораздо проще фармить лес то есть мы прокачиваем в куваку потом мы прокачиваем ей и ульта и дальше уже замок шинку общий смысл такой никто здесь почему-то как-то неправильно а у меня здесь три раза почему-то ульта в качестве на 4 точнее вот здесь но на девятом роли . прокачивать сейчас я покажу быстрый момент он реально быстрый а игра была жутко плоха для меня она была ужасно если быть точным меня вдвоем за энгейдж или на втором левле я не получил свой красный баф потом его меня просто контур джангл его на каждом моем красном бафе мне не получалось никого ганкать у меня вся команда отдавалась а у меня полезным был только z на протяжении всей игры трендомер не нажимал ульту в общем жуткая игра и тут я купил на шарту сбег дать посмотрим с музычку выключу здесь у меня опять умерла команда я кстати до этого умер а трендомер цепляют но вражеская команда почему-то не бэкается и тут я влетаю в кейтлин то есть кейтлин сразу инстантом ваншотается притягиваю двоих умирает здесь еще и моргана мы запинали здесь лисин зачем-то влетают кстати попадает посмотрите как очень хорошо попал в трендомер но это был лак и здесь была моя сладкая месть а вот здесь я встретил еву 12 лава у него кстати меньше чем у меня посмотреть какая разложена и там стата безумная была но я его ваншот ну а диана это просто hard кэри это жесточайших открыть ее дэмэдж просто зашкаливает а за счет очень высоких early games that у нее жуткий жуткий early game именно именно в плане статов у него очень много хп очень много армора у нее есть прирост magic резиста у него приличное количество а д на первом левле у нее сумасшедшие приросты армора с левлом и хп слова диана является ну в принципе идеальный джанглер если бы у нее был сильный или game до 6 лава то в это был просто идеальный джангер так теперь так как я в этом плане закончил мне нужно пробежаться по ботинкам а и в целом еще я хотел бы зайти в игру и показать пару фишек ну так вот ботинки я не говорил для каждого персонажа потому что не вижу смысла ботинок в этой игре существует для джангеров 3 и только 3 ninja tabi мерки это самые часто покупаемые ботинок и тревелай хотел сказать и мобилити бутс а почему мобилити бутс я назвал третьими потому что я не считаю хорошим вариантом а мобилити бутс всегда брали для религейм доминации для агрессивной игры в нашем случае а мы являем являемся тимфайтером нам не нужна какая-то сумасшедшая религейм доминация я вижу смысл покупки в мобилити только тогда когда я знаю что мне нужно остановить вражеского джангера мне нужно за ним бегать быстро быстро перемещаться по карте как можно быстрее по-другому я просто не выиграю игру это очень тонкая грань о которой нужно всегда думать так что ботинки такие если говорить про энчат на ботинок попробуйте аллакрити то есть плюс 15 момент спида точнее там плюс 20 теперь момент спида это лучше не чем на ботинки без вариантов то есть лучше всех многие обожают покупать хом гварды это неправильно аллакрити является божественным энчантом для джангеров советую его всем а теперь я назвал пять персонажей объяснил как за них играть а почему я выбрал именно эти пять просто они сильнее вот и все есть очень много сейчас играбельных лесников а это это так я думаю многие зрители которые вообще в целом смотрят профессиональную цену у них складывается ощущение что сейчас там в лучшем случае 45 полезных лесников больше никто не играет это неправда ребят а сейчас дофига полезных лесников их просто дофига грага small fit джейс джейс сейчас очень неплохой лесник за не дали можно лесничий мундаси джуани та же его до сих пор играбельно скарнер до сих пор играбельно если говорить вот тир вот знаете вот такой кир полтора да то есть это даже не тир 2 они чуть чуть хуже кир один это грага small fit и джейс на мой взгляд вот эти вот три лесника грагас это вообще может быть хоть хоть бог тир просто в случае с грагасом а он очень сложный поэтому я вот это единственная причина почему я не сделал на него детальный обзор он просто слишком сложно small fit это полная замена хикарима кстати тоже который сейчас принципе граби почему я называю замена хикарима это полностью идентичные джангл одни и те же задачи в кимфайтах один и тот же плейстайл сборка даже похоже все очень похоже а это это братья джанглеры просто малафит на мой взгляд гораздо сильнее хикарима более затонкованным упоры более приятная ульта и садится на цели лучше плюсом затонкован джейс это персонаж за которую просто нужно научиться играть целом он очень силен даже в лесу а не дали мунда это вот в такого же тир-2 они дали мунда си джуани а и научилась кстати а на мой взгляд у них просто есть минусы мунда слишком много персонажей его контрят когда он в лесу находится он не очень хорошо скалируется от голема в роли гейме в плане того что он не дает ему и ему никакой скорости зачистки он не очень хорошо влетает на популярную мету ботарка потому что у него нету щитов но он именно идет джир через количество хп за счет своей ульты и ботарка его разрывает а плюс сейчас популярен марил намекон и досфайр газ которые тоже в некотором роде вы контрят в этом слабость мунда не дали просто слишком сложно она безумно сильно если вы можете за не играть лесу и ну хотя на топе наверно на посильнее но нам просто очень сложная а си джуани если говорить си джуани научилась они слишком медленно чистить лес си джуани становится монстром флане дэмэджи плане затонкованности в глубоком лейтгейме но до этого она очень посредственно и она довольно таки сложная если говорить про наутилус он просто не дамажит вот и все каких я еще лесников забыл если честно я не уверен и времени мне больше этому уделять не хочется были биры грабили но много сейчас а за кого кстати тоже за киев к сожалению не успел затестить но это тоже очень неплохой персонаж сейчас я быстро пробегусь вначале я видео рассказывал о логистике джанлинга сейчас я очень быстро пробегусь поэтому потому что видео получается очень долго я просто хочу показать вам смысл того о чем я говорю кстати давайте я вам покажу как замолкая наверно правильно делать в начале не дождь и скин сейчас она загрузится а логистика джанглы и что я подарить им подразумево смысл в том что за каждого персонажа логистика своя например я считаю что единственный персонаж на которого нужно на котором нужно пытаться ганкать на лавал 3 этот жару потому что шанс что ты убьешь или же сделаешь хороший файт очень велик то есть пример вы играете зови против лисина и у вас на топе стоит персонаж который ну довольно таки посредственно в религии например давайте скажем синджи а против вас стоит ну тот же маукай давайте маукай какой шанс что в игры вы выиграете два на два файл а я вам скажу так практически никакого нет то есть скорее всего вы просто жутчайше проиграете файт и после этого вас будут проблемы что произойдет если а ваш синджет вы ну выживет после ганка лавал 3 ганка лисина это означает что у вас будет к этому времени уже 4 лава лисина будет все еще 3 вы играете за вай смысл в том что а за счет этого у вас будет гигантская доминация над ним по xp и по силе и уже с 4 лава то есть 4 лава вид разрывает на куски лисина после 6 там и вообще станут смотрим про лейтгейм я вообще молчу ви это именно персонаж которому нужна экспо за большинство джангеров все так же замолкает тоже важно знать молка может ганкать на level 3 к примеру мумия или диана естественно они ни в коем случае не должны аганка 3 за мумию нужно вообще прокачивать на если вы хотите не прокачивать о быстрее защищать лес нужно брать tantrum то есть ее ешку на 2 а в общем нужно делать правильные джангл руты но сейчас после того как я покажу я подожду просто некоторое количество времени вот сейчас как только стукнет 21 секунда мы кидаем видите мы кидаем а баф резается 50 насколько я помню три с половиной сейчас это я не знаю это так риоты захотели это баг или еще что но он так резать просто спамьте кнопку так вот навели и спамьте кнопку а не надо когда отошло потом на реакции нажать просто спамьте кнопка достается до одной секунды и все то есть ведь мы начинаем спамить кнопку и у нас вот как то так и вот видите нас от отходит опять саплин кидаем опять его вот сюда кстати еще один интересный факт джанглинга в лесу смысл в том что всегда если у вас есть какая-нибудь обилка которая скилшотовая давайте посмотрим ну такая знаете по цели не нужно кидать большого нужно всегда кидать вот именно по центру бум например также работает куди она видите попала во всех кстати если у вас будут флэтовые синие в сенах на ability power то вы будете забирать этот кем так я не советую кстати вот так зачать лес а именно большим количеством она используя потому что он не останется манна на синий баф и особенно если вас заинвейдит поэтому замок а имеет смысл начинать вот например с вашего синего бафа ладно речь не об этом в чем заключается смысл как видите кстати быстро забираемся заключается смысл в это вот в этот момент к вы забираете синий бак кстати я советую ставить вот так вот в арт если вы чувствуете что у вас но есть шанс что кто-то у вас заинвейдит и сматить нужно всегда вот правильно одно слово вот в эту вот в эту секунду например играя за малка и вы должны знать что после этого вы должны определиться с вашим рутом хотите ли вы забирать вейса или хотите вы забирать волков после после этого реснуться в росы после этого реснуться големы пока мы дойдем где-то вот до времени 530 да я хочу показать как правильно ганкать я не в одном наверное видео об этом не рассказывал но как правильно ганкать за джанглеров и что нужно правильно делать а вот в эту секунду например играя за малка и вы должны знать что после своего синего он пойдет на красный баф вражеский лесник куда он может выйти он может выйти на топ это наибольшая вероятность мы не хотим с ним стать или же мы можем его встретить вот здесь если вы здесь встречать вы можете просто отойти но чаще всего вы его здесь не увидите вы просто заходите по длинной траектории на мид и ганкайте всегда заходите по длинной траектории ни в коем случае не надо заходить вот так то есть мы вышли из кустов и пошли сразу вот так это неправильно всегда заходим по длинной траектории через стеночку облизываем ее потому что так меньше шанс что вас запалит оппонент который будет стоять здесь или выбегать отсюда за запалит быстрый и на варде вы так точно не запалить то же самое с этой стороны и еще один интересный момент в эрли гейме ни в коем случае нельзя бояться грамотно заходить на то playing и надо бежать сломя голову через как сумасшедший через реку наоборот шансов что вы так напоритесь на вражеского джанглера гораздо больше вы можете всегда поставить вот здесь вот вард чтобы посмотреть дернулся вражеский мидер или пробежал здесь вражеский джанглер и пойти по длинной траектории вот так тем более если вы видите что например лесник на боте выйти всегда вот так вот можете по краешку в спину оппоненту плюс к этому смотрите всегда на наличие крипов то есть как можно посмотреть идет крип вот здесь вот или нет просто посмотрите что происходит с другой стороны то есть к примеру а вот здесь крипы выходят да посмотрите из выходит ли крипы здесь вот и все а если вы хотите посмотреть запалитесь вы вот здесь когда вы будете вот так вот проходить или же в свою очередь и тут у меня внезапно выключился стрим и мне пришлось перезаписывать кусок логистика джангла к примеру джарван что мы подразумеваем под логистикой это единственный персонаж например из тех которые я перечислил которые которому выгодно ганкать на левел 3 потому что шанс того что он убьет гораздо больше чем если например ганкнет диана да еще помимо этого вы должны понимать что вы что вы будете ганкой даже если вы будете ганкать за джарвана или зови на третьем левле за у вас на топе стоит к примеру синджет а против вас маукай против вас джанглит элис или лисин каков шанс что вы убьете правильно он очень мал значит ганкой просто невыгодно за персонажей типа дианы или типа амуму вообще не имеет смысл ганкой то есть на фармите вы 4 дефис 6 лава который вам нужно и после этого ганкайте за маукая здесь разговор немного другой маукая неплохо фармит лес после особенно синего бафа вообще все хорошо но в целом у него есть минус у него не очень много дэмэджа именно в религии миксы пока говорю я забыл саплингов кидает но не особо страшно а кидает нужно на 121 замалкая а чтобы идеально зачистить первый кемп то есть на 121 вы кидаете первого саплинга потом вы спамите вот так вот кнопку по центру кстати очень интересный факт нужно всегда спамить в по центру компании в большого так будет гораздо лучше в плане зачистки вас попадет что то есть за диану к примеру когда вы кидаете q наводите в центр я сейчас быстренько пробегусь по кэмпом и покажу как время у меня много я хочу дождаться где-то наверное 5 30 после этого показать то есть смотрите вот если вы вот отсюда выходите за диану вы не должны кидать красный слэш сюда или сюда вы кидаете его по центру тогда он точно попадет в двоих ну конечно мобик не взорвался но вы поняли в чем смысл чем я забираю големов ну ладно не стоит страшно не столь важно и не столь страшно слушай големы как больно бьют ну да когда вы до бека и забираете это больно без третьего лова теперь мы бежим на давайте заберем вот эту штуку еще раз уж мы тут взяли стали точнее что мы будем делать я покажу пока я жду где-то 530 до бека я покажу что я подразумеваю под ганками как делать правильные ганки когда делать правильные ганки это очень важно конечно наука это сильно сказано но это очень важно знать да кстати смотрите всегда когда вы в лесу на пассивку я сейчас чуть не пропустил пассивку меня было 400 к а я использую желуди до того как посмотрел это тоже важно замолкая он умрет от красного бафа кстати про красный баф я совершенно забыл давайте не будем прокачивать сейчас вышку не имеет смысл а вы всегда должны защищать лес правильно если у крипа остается например 10 хп его убьет красный баф я даже видел на профессиональном укс уровне к примеру даймонд прокс тоже интересный факт он добивает крипа всегда даже когда они догорают от крас от красного бафа я считаю это ошибочным тем более в салуку если шансов что у тебя со стиле какому маленького волкапа или в маленького голема но это не критично как и заходить правильно нога смотрите то есть мы заходим к примеру отсюда а как многие заходят они заходят вот так или вот так прям это неправильно совершенно а правильно заходить на ганг нужно по длинной траектории если вард стоит вот здесь к примеру да а нужно заходить вот так так вас точно не увидят и так меньше шанс что у вас отсюда запалят и убьют кстати на третьем ловле если вы ганкаете то не ганкаете топ-лейн лучше ганкает медлайн потому что шанс что здесь окажется вражеский лесник гораздо меньше чем если бы он оказался на топ-лейне то же самое кстати нужно делать с предыдущей линии уточния с другой стороны на линии и кстати еще один момент раз уж я играю замолкать как правильно вылетает замолкать давайте посмотрим сейчас видите крипы заходит если я влечу я получу хита тар вот смотрите мы делаем твист это адванс и потом сразу кидаем и перемещаемся кидаем q таким образом у вас всегда будет взрываться саплин тос и это очень важно знать а как правильно ганкать бот-лейн то есть правильно ганкой бут-лейн нужно следующим образом мы всегда вот если мы вот так проходим с мидом мы ставим сюда в арт или сюда варс сюда желательно ставить вишну заходим по длинной траектории сразу смотрим вот здесь мы видим что здесь никого нет и заходим по краешку ребят заходим по краешку это очень важно потому что если вы будете заходить вот так то вас может запалить здесь в арт или еще где шанс что крипы вас запалят и заходим спину и мы кстати не убьем это своим своим больно может ну так вот вот 530 вот что что сделают люди если вот так вот бэкнется правильно мы знаем мы начали с красного бафа то есть красный баф резницы через 124 что сделать большинство я на полном серьезе говорю большинство игроков лигов legends а даже к примеру одвана или night blue который сейчас очень пуля что они сделают они пойдут сюда или они пойдут вот сюда ставить в арт это совершенно неправильно так нельзя играть с улакой ребят а мы видим 102 сколько мы можем забрать кэмпов замолка из такой атомизации правильно кстати опять же так я не думаю я не купила начала голема купила это по привычке тоже последнее время игра на джар вани на ве смысл в том что мы должны увидеть сколько мы заберем кэмпов всегда смотрите это очень полезная штука а если вы не таймить и баф и никогда не таймили всегда смотрите на эту фигню и наслаждайтесь это очень полезно к примеру вот если у вас бэкнулся мидер в этой ситуации вы можете подойти застелить экспо на мидлейне то есть вот так но мы этого делать не будем вот смотрим 23 секунды успею забрать ворослов конечно успею всегда забирайте не стойте не тратьте время у своего красного бафа всегда вот так забирайте кстати вот я здесь по привычке уже встал таким образом я получаю экспо с мидлейн это очень приятно вот так вот и и стиле это тоже важно вот здесь мы получили 6 за счет того что мы сосели экспо с мидлейн у нас остается одна секунда кидаем немножечко раньше мы саппинг и забираем уже а ульту я не советую на зачистки леса если вы после этого не бэкать и строите тюльту потому что шанс что у вас заинги всегда есть в арт если вы забираете свой красный баф ставьте вот всегда вот так или вот в этот вот кост не столь важно в этом смысл логистики леса а если бы я играл не замалкая например за джарона и вот я так идеально бы забрал и увидел бы на топе вражеского джанглере естественно пошел бы на вражеский а синий баф что мне хватает маны на и я думал мне не хватит бум мака очень много дэмэджа поэтому на топе он сейчас сильнее за счет того что он собирает роду фейджи еще увеличивает свой дэмэдж следующий момент даже замалкая сейчас в лесу особенно если против вас играет какой-нибудь лесен многие думают что если против меня играет лисина я не могу в контур джангл насилуйте его полностью лисин очень хорошо поддается контур джанглу после 6 лава потому что он очень сильно проседает лесу большинство лисина плееров играют крайне глупо они покупают мачете не улучшаю вас перед стон например 2 лон сорда после первого бека и за счет этого их просто ваншотает лес просто ваншоты вы можете сразу после своего красного бафа игнорируя свой синий баф пойти на чужой красный поставив вот сюда вард или просто даже вот сюда поставив вард зайти вот так и ганкнуть и все у вас получится можете мне поверить сейчас я быстро пробегусь как надо ганкать правильно the plane если вы знаете что здесь нет вардов зайдите опять вот так вот по стеночке и пройдите вот так это всегда лучше если вы играете за персонажа который может перепрыгнуть стену и лисин джарван ну что-нибудь на что может перепрыгать и вот так здесь хватает рейнджа вы можете вот так перепрыгать всегда заходите по длинной траектории с медлейна это практически никогда не контрится вардами но если вы играете за нижнюю сторону слои на тоже можно многие забывают в последнее время ганки с лейна то есть в кустах все бегут вот так через ривер это правильно это иногда можно ганкой нужно поджидать оппонентов когда не ставят варды и прочее а если вы ганкаете ну то плейн вот с этой траектории если бы то плейн при стоит где-то посередине не надо жидится заходите вот так и ни в коем случае не оставь долго не стойте в кустах сразу чтобы вражеский топпер не успел среагировать бегите на топлейн и ганкаете хотя лучше конечно заходить с медлейна это гораздо более профит и гораздо чаще увенчаются успехом хотя немного риска больше с другой стороны макая после 6 лава если он даже играет 0 0 а вражеский лесник не особо разложит он в любом случае выигрывает файт кстати вот эта штука спирита за спектр в рейс на маукай на удивить на удивление дает тоже очень много давать так чтобы вам еще сказать по-быстрому потому что надо уже закругляться я устал сегодня говорить сколько это дает плюс 33 дамы же плюс три процента максимального хп саплин тос на 1 и кстати здесь они все верно да дальше вот мы максим в то есть на девятом ролика мы возьмем лаву а мы максим дальше в посмотрите 360 дэмэдж здесь правда ограниченный дэмэдж по крипам 360 поэтому и не бойтесь использовать смайт если например дракон мертвый всегда используйте смайт на каждый на каждый кэм когда только вы можете когда только хотите не надо забывать кстати что он хилит особенно за д джангеров это полезно в принципе все ребят задавайте вопросы на все вопросы отвечу желательно задавайте мне в моей группе вконтакте там есть специальный топик вы можете под этим видео тоже задавать вопросы стрим будет в пятницу в 18.30 или даже немножечко пораньше всем спасибо за просмотр с вами был коутом смотрите качественный контент учитесь джанглить радуйте жизни пока